Детская библиотека номер 9 округа Майская горка представляет Я водяной Кто же такой водяной? Это злой дух, живущий в воде. Согласно народному фольклору, водяные появились одновременно с зарождением водной стихии. Согласно легенде, Бог в порыве гнева прогнал непокорных ангелов на землю, где они превратились в различных существ, исходя из места их обитания. Так в доме поселились домовые, в лесу лешие, а водяные в воде. Считалось, что водяных великое множество, и они есть везде, где есть вода. Водяного называли также водяник, водяной дедушка или водяной царь. Водяной – хозяин водоема, живет большей частью в прудах, заводях, запрудах и на водяных мельницах. В реках водяной предпочитает обитать в глубоких омутах. На Руси день рождения водяного праздновали 3 апреля. В этот день люди несли водяному подарки, пытались его задобрить, угощали хлебом и кашей. Рыбаки выливали в реку масло и просили удачи в своем промысле. Считалось, что речные и морские водяные живут по-разному. Так, например, водяные, живущие в реках и озерах, обладали более скромными домами. Они довольствовались песчаным полом, ветками деревьев вместо украшений и трухлявыми пеньками вместо мебели. Морской же водяной имел хрустальные палаты, украшенные золотом и серебром из потонувших судов и кораблей. Людям водяной обычно являлся в образе толстого старика с рыбьим хвостом, зеленой бородой, перепутанной водорослями. А также он мог явиться в образе большой рыбы. Ближе всего водяному сом и налим, обитатели омутов. Наши предки считали, что водяной способен управлять водой, поднимать волны, выводить водоем из берегов и создавать сильное течение. Также водяному подчинялись все обитатели водоема – рыбы, морские звери и русалки. Образ водяного присутствует во многих русских народных сказках. Есть книги про водяного и в сказках зарубежных писателей. Давайте с вами познакомимся с маленьким водяным из сказки от Фрида Пройслера. В один прекрасный день, когда мельничный водяной вернулся домой, жена сказала ему – отныне ты должен вести себя очень тихо, потому что у нас появился маленький мальчик. Что ты говоришь? – обрадовался отец водяной – настоящий маленький мальчик? Да, настоящий маленький водяной – сказала ему жена. Прошу тебя, сними сапоги и входи в дом тихонечко. Мне кажется, наш малыш еще спит. Дни проходили, дни уходили, с каждым днем солнце над прудом светило немножечко дольше, а маленький водяной с каждым днем становился немножечко старше. Однажды утром отец водяной сказал – пойдем, сынок, поплывем к берегу, самое для тебя время высунуть из воды свой нос. И они поплыли к берегу, и маленький водяной впервые в жизни высунул из воды голову, но сейчас же нырнул обратно. Боишься? – спросил отец. Маленький водяной тер кулачками глаза. Меня ослепило, там наверху всегда так светло? – спросил он. Когда светит солнце, всегда светло, – ответил отец водяной. Но ты к этому привыкнешь. Прищуривайся, когда выныриваешь, и дело пойдет. А еще лучше смотри сквозь свои пальцы. Вот так. И он показал маленькому водяному, как надо держать перед глазами растопыренные пальцы. Они вынырнули во второй раз. Маленький водяной щурился и осторожно посматривал сквозь розовые пальчики на солнце. Яркий солнечный свет ослеплял его. Медленно, очень медленно привыкали его глаза к солнцу. Посмотри, папа, какие там веселые рыбки! – крикнуло, наглядевшись. Это не рыбки, – сказал отец. Это две стрекозы. Но они же плавают! – сказал маленький водяной. Нет, – ответил отец. Они летают. Это нечто совсем другое. Здесь наверху многое происходит совсем не так, как у нас. Главное, здесь совсем другая вода, – сказал маленький водяной с видом знатока. Разве ты не замечаешь, что здесь другая вода? Она светлее и теплее и прозрачней. Это вовсе не вода, – сказал отец. Что же это тогда? – спросил маленький водяной. Это воздух, – сказал отец. Воздух? – переспросил малыш. А что это такое? Воздух – это нечто, в чем нельзя плавать, – пояснил отец водяной. Маленький водяной все рассматривал вокруг. Все здесь было не так, как у него дома на дне пруда. Все было новым и удивительным. Вдруг малыш протянул руку. Водяной! – закричал он. Но какой огромный! Где? – переспросил отец. Вон, прямо, – сказал малыш. Он указал на высокую фигуру, поднимавшуюся на холм. Ты видишь его, папа? Да, – сказал отец. Я вижу его. Но это никакой не водяной. Их много, – закричал мальчик. Их целая семья. Вон они, спускаются друг за дружкой с холма. Папа, я позову их к нам. Нет, нет, этого делать нельзя, – сказал отец. Это люди. Они не должны нас видеть. Давай-ка мы с тобой спрячемся. И оба они залезли в камышовые заросли. Оба водяных сидели в зарослях камыша и разглядывали у людей. Маленький водяной удивлялся, что люди такие большие и что у них не зеленые волосы. И перепонок между пальцами у них тоже нет. И плавать они не умеют. А если и плавают, то очень-очень медленно. И, нырнув, стараются сразу же вынырнуть для того, чтобы подышать воздухом. «Странно», – сказал маленький водяной, – «зачем им это?» И тут маленький водяной пожалел людей. Он подумал, – «Как это хорошо, что я не человек, а водяной!» И, нырнув, стараются сразу же вынырнуть для того, чтобы подышать воздухом.